Заповедям Ветхого Завета более трех тысяч лет, но верующие люди чтят их по сей день. Мы уже начинали об этом говорить, но в прошлый раз эфирного времени нам хватило лишь на первые четыре. Сегодня продолжим разговор и по возможности поговорим еще о заповедях блаженства. В эфире программа «Верный путь». Здравствуйте! Сегодня с нами в студии клирик Храма Святого Великомученика Георгия Победоносца Богдан Василюк. Здравствуйте! Приветствую вас, Богдан Николаевич. Прежде всего, давайте напомним, почему мы именно таким образом поделили Ветхозаветные заповеди на 4 и 6. Ветхозаветный деколог или заповеди Боженства были даны Моисею на горе Синае. И эти заповеди размещались на двух скрижалях. И на первой скрижале было с первого по четвертой заповеди, которые относились именно к тому, как человек должен относиться к Богу. А остальные скрижали с пятого по десятого находились на второй скрижале, которые регламентировали отношения между людьми в иудийском обществе. Поэтому первую скрижаль вы разобрали. Приходим ко второй. Итак, заповедь пятая. «Почитается от твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Поговорим подробнее об этом. Неспроста вторая скрижаль начинается именно этой заповедью. Потому что Господь показывает, что мы должны любить своих родителей. То есть независимо от того, какие родители, мы должны проявлять к ним свою любовь, свою заботу, свое уважение. Помогать, когда они будут престарелыми, и всячески их поддерживать. Потому что через любовь к родителям воспитывается и любовь к Богу. Если человек не любит родителей, которые даровали ему жизнь, которые воспитали, которые ему помогали, то как человек может любить Бога? То есть это невозможно. Потому что мы помним, что все-таки самые главные заповеди две. Это возлюби Бога твоему всем сердцем, твоим всем разумением твоим, и возлюби ближнего, как самого себя. И эти ближние, самые ближние для нас, это, конечно, родители. Поэтому мы должны стараться помогать, уважать, поддерживать. И не только потому, что так мы хотим, а потому, что так повелел Бог. И именно через эту заповедь мы учимся любить Бога, учимся любить родителей. И это сказано нас очень, скажем так, благодатно. Потому что Господь, ведя нашу любовь к родителям, Он дарует нам и долголетие, и дарует нам какие-то блага нашей земной, этой грешной жизни. Благодарю. Вот следующая заповедь кажется очень однозначной. Не убивай. Но так ли вот все однозначно здесь? Ну, заповедь довольно-таки категоричная, но есть некоторые оговорки. Сейчас мы с вами их затронем. Здесь говорится о том, что человек не должен забирать в жизнь другого человека. Но к убийству можно еще и, святые отцы относят и самоубийство. То есть человек должен не заканчивать свою жизнь, накладывая на себя руки. Почему? Ну, во-первых, в каком состоянии самоубийство это делает? Во-первых, это уныние, это скорбь, это робот на Бога. А мы знаем, что в жизни это величайший дар, который даровал Господь. И мы, несмотря на разные искушения, разные трудности в этой жизни, мы должны пройти этот жизненный путь. Через него мы закаляемся, и через это мы готовимся к встрече Бога, с Богом в Сарстве Небесном. Если человек накладывает на себя руки, значит, он предает Бога. Он нарушает замысел Бога о человеке и без покаяния уходит однозначно в ад. А мы знаем, что после смерти покаяния уже нет. А покаяние для христианина – это одна из фундаментальных основ, благодаря которым человек и самосовершенствуется. Поэтому самоубийство, конечно, самоубийство – очень страшный грех. Кто еще может сказать про убийство? Убийства есть разные. Есть исполнение воинского долга, где убийство, хотя и считается грехом, но, скажем так, не таким суровым по отношению, когда один человек убил другого за что-то, там, какие-то свои эмоции, там, или жизненная ситуация. Вот. И поэтому воинский долг на убийство смотрит по-другому. Здесь мы вспоминаем слова Спасителя, который говорит, что нет больше той любви, чем положить жизнь свою за друзей своих. То есть мы, помните, говорили про второй самый главный заповедь, про любовь. Именно вот эта любовь, когда человек жертвует собой, идет защищать свою родину, защищает родных, близких – это героическая любовь. И если что-то приходится кого-то убивать, то здесь уже идет совсем… этот вопрос осматривается совсем по-другому. Поэтому мы всегда молились за наше воинство, мы сейчас, наша церковь, особенно усиленно молится за бойцов, которые ушли на СВО, запоминаем их в молитвах, чтобы Господь им даровал силу, мужество и победу нашему русскому воинству. Также мы всегда стараемся молиться за их близких, за родных, за семей, и по мере сил пытаемся оказывать всяческую поддержку. Поэтому убийство, убийство в рознь, смотря с какой целью, как, что, как совершает. Понятно, что за убийство должно следовать наказание. Наказание довольно-таки серьезное, но каждое наказание, мы знаем, что есть искупление. Что человек, даже если совершил смертный грех, а убийство является смертным грехом, но если человек кается перед Богом, то Господь прощает ему эти грехи. Но надо, чтобы человек осознал, покаялся и решил исправить свою жизнь. Понятно, нельзя отнимать жизнь другого, нельзя себя лишать жизни. Скажите, а вот помыслы, они являются столь же грехом, например, замысел на убийство, но потом несовершенный? Мы знаем несколько стадий развития греха. Это прилог, внимание, усложжение, желание и само грешное дело. Мы знаем, что прилог – это только такая буквально мимолетная мысль, которая посетила нашу голову. Мы знаем, что прилога был и у Иисуса Христа, у Господа нашего Иисуса Христа. Помню, когда Садана искушал его, прилагал разные вещи, и это называлось прилогом. С прилога идет внимание. То есть человек акцентируется на этом грешном деле, начинает как-то задумываться, и уже какие начинают у него появляться мысли. Первое – усложжение, когда человек представляет уже, что будет хорошего или плохого от этого совершенного, и как это на него повлияет. И если человек борется с момент прилога и внимания, то это не считается грехом. То есть человек, мы знаем, что мысли бывают от лукавого, лукавый посылает разные мысли. Если человек вовремя остановился в моменте прилога и внимания, то это не считается грехом. Но когда уже появляется усложжение, то человек начинает задумываться, то это уже является грехом. Внимание, усложжение, желание. То есть все, человек настроился, вот я это совершу, буду совершать. И само грешное дело. То есть если на первых стадиях грехом не считается, можно побороться, то чем дальше, тем сложнее. Поэтому все святые отцы, учителя церкви советуют как можно быстрее вести борьбу с помыслами. То есть какой-то грех возник в голове, в уме. И стараться путем молитвы его попытаться из себя и жить. Перейдем к следующей заповеди. Не прелюбодействуем. Мне кажется, тут вот очень много может быть порогов различных. Что мы имеем в виду? Давайте сначала вообще вспомним, что бедхозаветный деколог – это своего рода гражданско-уголовный кодекс иудейского народа. То есть он выстраивал жизнь иудейского народа. Мы помним, что за прелюбодяне иудеи побивали женщину камнями. Мы даже помним такой момент Евангелия, когда привели женщину и спрашивают у Господа, что же с ней сделать? И по преданию мы знаем, что Господь что-то писал на земле. Но мы верим, что это были грехи этой женщины. И спрашивают, а Господь молчит. И потом говорит, что без греха кинь в нее камень. Помните, это момент очень интересный. И мы видим, что сначала ушли самые старые первосвященники, старейшие, потому что они понимали, что они все-таки в грехах. То есть нет безгрешных людей. Безгрешным был только Господь наш Иисус Христос. И в конце ушли самые молодые. И Господь сказал, иди и больше не согрешай. То есть Господь не осудил ее и спас ее от смерти. Потому что побивание камнями, то есть закидывали камнями до смерти, пока человек просто не умирал. Помимо физического наказания, в данном случае нам нужно рассматривать и духовное наказание. То есть мы знаем, что нарушение этой заповеди ведет к духовному разложению человека. То есть человек призван быть свободным от греха. А прелюбодеяние или измена, а это измена супругу или супруги, является нарушением духовной целостности человека. Но является нарушением внутреннего устроения человека. Когда человек уже нарушает волю Божью и распыляется и становится виновником греха. Ну вот вы сказали, что прелюбодеяние это измена супруги или супруга. Но только ли это мы должны понимать под этим грехом, не прелюбодействуя? Ну мы даже помним слова Спасителя, где говорил, что если уже человек смотрит на женщину с вожделением, то он уже прелюбодействует сердце своим. То есть мы помним, что Христос показал очень высокую планку духовного состояния человека. То есть не только какие-то именно действия, но даже мысли и помыслы должен контролировать каждый человек. Потому что мы помним по развитию греха, пустил прилог, пустил внимание, усложжение и завертелось, пошло-поехало. Я просто, знаете, хотела бы, чтобы наши зрители понимали сейчас, что если, например, ты холост и ты прелюбодействуешь, то это все равно считается. Ну вот смотрите, есть прелюбодеяние, а есть любодеяние. То есть чем отличается это любодеяние, мы тоже можем отнести к прелюбодеянию. Любодеяние это половые отношения до брака. То есть церковь негативно к этому относится. Все-таки есть закон, который должен быть. И то есть как и у Иудеев был брачный договор, когда состоялся брак, так и у нас сейчас это роспись в ЗАГСе, которую признает церковь. Ну в идеале, конечно же, это венчание. То есть церковь против любодеяния, то есть это половых отношений без брака. По-другому это называется блуд. То есть как бы что бы там ни говорил, но это блуд. И блуд всегда считался грехом, очень серьезным грехом церкви, потому что человек разрушает свою душу. Не только тело, но это негативно влияет на душу человека. Поэтому это так все серьезно и так все страшно. Церковь всегда призывала к целомудрию, к воздержанию. То есть все-таки молодые люди должны стараться воздерживаться от супружеских отношений до брака. И если получалось, что пара была целомудрена, то и семья более крепкая, более мирная, дружная. И Господь, видя вот эти все равно целомудрие, это труд. То есть человек себя воздерживает, он пытается в чем-то ограничивать в половых утехах. И вот это вот воздержание, оно потом воздается Богом в семейной жизни. То есть Господь дарует чудо роде. И сейчас, к сожалению, очень много проблем, что люди среднего возраста, молодые, не могут забеременеть. Проблема, к сожалению, повсеместная. То есть встречается постоянно. Почему? Ну, может быть, потому что отчасти были, скажем так, бурная молодость у мужа или у жены. То есть как один из фактов в духовной жизни тоже на этом сказывается. Или, допустим, те же аборты. Вот мы говорили про убийство, а про аборты я, к сожалению, хотел сказать, но, видимо, разолновался, а не сказал. Аборты. Аборты же тоже являются убийством. То есть когда человек, Господь, вообще родители являются сотворцами. То есть мы знаем, что человека творит человек и Бог. Супруги дают тело, Господь дает душу. И когда, получается, совершается аборт, то это настоящее убийство. Убийство именно человека. Мы знаем, что в момент зачастия у ребенка уже появляется душа. И получается уже маленького живого человечка убивают. Происходит настоящее убийство. И поэтому это, конечно же, страшный грех, которым тоже нужно каяться всеми женщинам, которые его совершили. А вот смотрите, следующая заповедь. Не кради. Должны ли мы это понимать, как просто не бери чужое? Ну, надо понимать ее все-таки буквально. Потому что, говорю же это еще раз, это гражданско-уголовный контекст иудийского народа. И поэтому, если Господь сказал, мы не должны красть, значит, мы не должны красть. А вообще интересно, что у нас вот эти вот 10 заповедей, они легли в основу вообще всех мировых кодексов гражданских, уголовных, вообще всего мира. То есть мы знаем, что все правовые системы основываются именно на этих 10 заповедях. И я не знаю ни одной страны, где бы разрешалось воровство или убийство. Да, потому что все основываются именно на 10 заповедях. И не укради. Понятно же, что кража влечет за собой, может быть, поверили и убийства, может быть, еще какие-то. Поэтому Господь категорически наказал иудейскому народу не красть друг у друга, чтобы можно было соблюсти целостность единого еврейского народа. А вот скажите, а зависть не относится ли она вот тоже к этой заповеди, когда ты взять не можешь, но прям хочешь чужое? В каждой заповеди можно подобрать много похожих грехов, которые этой заповеди соответствуют. И зависть одна из них, потому что, кстати, про зависть мы с вами чуть-чуть попозже поговорим. Заповедь девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего. Не ври, да? Не ври, не лжесвидетельствуй, не давай ложных доносов, не участвуй в этих ложных доносах, не способствуй этим ложным доносам. То есть показывают, что человек должен жить по правде. А лжи во спасение бывает? По правде по отношению к Богу и по отношению к ближнему. Лжи во спасение? А вот приведите мне пример. Лжи во спасение. Сложно. Сложно, потому что мы ложью попытаемся оправдать какие-то действия, которые нам кажутся правильные, а если посмотреть с другой стороны. То есть, видите, мы пытаемся все мерить своим человеческим взглядом, да, своим представлением. Но есть Господь, который на эти вещи смотрит совсем по-другому. Если Он сказал, не лжесвидетельствуй, если Он сказал, не лги, если Он сказал, помогай ближним, значит, мы должны делать. Потому что Господь, Он наш Творец, и Он знает, как должна происходить наша жизнь. То есть мы пытаемся что-то хитрить, мудрить, там какие-то искать, это уже ложь во спасение, допустим, да. Но все-таки правда, она Бога. И Господь тоже как сторонник правды. А мы знаем, кто сторонник левиты лжи. Сатана. Мы знаем, да. Сатана лукавый, да. И говорить ложь во спасение, может быть, здесь лучше сказать не ложь во спасение, а может, это уже где-то промолчать и не договорить, чем врать. Вот в таком случае можно рассматривать, это, допустим, человек болеет, да, тяжело там онкологией или еще чем-то, и родить там родственники, ему не говоря, да, надеяться, что он выздоровеет, поправится. Но тут лучше же не лгать, а лучше промолчать, лучше его подержать, направить. То есть вот бывали случаи такие интересные, вот у меня вот знакомый священник один соборовал бабушку, уже лежала, уже думали помирать будет, там уже неделька оставалась. Ну, поговорил, так причастил, пособоровал, поговорил с ним, все говорит, давайте, поправляйтесь, соборование это таинство, которое дарует силы, душе, исцеление души и тела. Бабушка все, головой покивала, покивала, звонит, встала, бегает. Вот видите, вера в спасение. Да, то есть видите, то есть такие моменты в жизни, когда надо человеку просто дать толчок, духовный толчок, поддержать, протянуть руку, как говорит Христос, и помочь человеку. Скажите, а бывает вот разница, вот маленькая ложь, большая ложь, вот к этому как, ну, например, кто-то врет, что это не я взял конфетку, это же одно, а другой в суде уже свидетельствует на другого человека. Ну, ложь, она и есть ложь, к сожалению, и маленькая ложь, просто если мы привыкнем мрать, врать в малом, то мы и будем врать в чем-то большем. Поэтому, видите, она, она же накапливается, то есть грех же не сразу входит в человека, не сразу человек становится убийцей, маньяком, насильником. Это потихоньку происходит изменение души человека, то есть душа порабощается, душа гибнет, душа просто изменяется. И научились потихонечку врать, потихонечку, потом раз, а тут соврал, а мне поверили, а давай я чуть больше совру, а может тоже поверят. А ой, получилось. И потихоньку человек уверяется в своей безнаказанности. И потом не страшно. Да, потом не страшно. Помните, вот это очень-то хорошее про волков, пастух, который все время звал на помощь, вот волки, волки. И шутил, да, раз пошутил, два пошутил, а когда пришли волки, а ему никто не поверил. Мы близимся к финалу, да, и вот то, о чем мы уже начинали, да, разговор. Заповедь десятая. Не желай дома ближнего твоего, жены ближнего твоего, ни раба его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Вот там прям подробно так вот все-все-все. Не завидуй, если переводить по-русски, потому что заповедь большая, надо еще все запомнить, все эти перечисления по-русски, не завидуй. Почему? Ну, зависть, во-первых, она разжигает себе другие пороки. Во-первых, злость, раздражительность. Во-вторых, вот, допустим, купил сосед машину, а я такую уже хочу. А у машины соседа разбилась, а у меня злораса появляется, радость, удовольствие, да, как человеку плохо произошло. То есть, поэтому зависть, он такой грех, который за собой тянет паровозик и другие грехов. Поэтому надо, конечно же, стараться с ней бороться и благодарить Бога за то, что Господь дал. То есть, на самом деле, это, конечно же, сложно, но мы должны радоваться тому, что нас окружает. Есть у нас супруги, есть у нас дети, есть у нас машина, там еще что-то. Мы должны за все благодарить Бога. Если чего-то нет, то мы тоже должны за это благодарить Бога. Почему? Потому что нередко человек не умеет пользоваться теми дарами, которые дает Господь. К сожалению, примеров много, часто мы это видим. У человека появляются большие деньги, а он потом начинает не знать, что же с ними делать. Хотя мы знаем, что, допустим, и у евреев до пришествия Христа богатство считалось признаком благоволения Бога. Если мы вспомним, допустим, всех патриархов, ветхозаветных царей, всех праведников, они все были богатыми людьми. Авраам, Ной, Моисей, у всех были семьи большие, у всех были стада, у всех были слуги. То есть в Ветхом Завете именно богатство подразумевалось как что-то... Ну, дар Божий. Как дар Божий, да. То есть Господь дал. Но понятно, что Господь же не просто так его дал. То есть Господь давал тем, кто мог его понести. Тот, кто правильно распоряжался этим богатством. Господь дает по нашим нужным, по нашим просьбам. Господь нас слышит и нам помогает. Просто главное не отчаяться, не унывать, не завидовать. Потому что у нас и так все, слава Богу, и все замечательно. Я искренне благодарю вас за беседу. Уверена, что и разговор о заповедях блаженства будет не менее интересен, чем наш сегодняшний. Я хочу сказать, мне было очень интересно. Уверена, нашим зрителям тоже. Это была программа «Верный путь». Смотрите нас и дальше. Задавайте свои вопросы. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова